Друзья, всем привет! Сегодня мы посмотрим на новый DS4 Crossback, который больше не Citroën. Все дело в том, что раньше DS были всего лишь отдельной модельной линейкой в ряду Citroën. Но теперь все поменялось и в компании говорят, что DS отделяется в отдельный премиальный суббренд. Ну, например, такой как Nissan и Infiniti, или Toyota и Lexus, или Honda и Acura у японцев. Таким образом, больше никаких Citroën-овских логотипов вот тут вот. И само слово Citroën больше никак не фигурирует в названии этой машины. Но мы-то знаем всю правду. DS4 Crossback – это новая модель на базе DS4, которая получила ряд незначительных изменений. Во-первых, переработана передняя часть. Тут получилась новая прикольная оптика. Выглядит она реально круто, особенно ночью. Здесь совмещены диодные и ксеноновые фары. Выглядит реально агрессивно. И к тому же появилась еще одна из фишек – это бегущие поворотные огни. Пока это редкость в классе, и здесь они только на передней оптике. К тому же фирменная решеточка, обилие черного глянцевого пластика и хрома. Из изменений на задней части только надпись Crossback. Вообще само по себе название Crossback несет некие родственные черты с кроссоверами и адаптивность этой модели к внедорожью. На деле же мы получаем только черные пластиковые накладки на арке, клиренс 180 мм и, к сожалению, передний привык. Субтитры сделал DimaTorzok Вообще приподнимать хэтчбэк, добавлять ему какие-то фиктивные внедорожные финтифлюшки и называть его гордым внедорожным названием – это современная тенденция, от которой сейчас никуда не уйдешь. Но не с Crossback это все началось, и я думаю, что не на нем закончится. Но то, что мне действительно нравится, находится у этой машины под капотом. Все дело в том, что это дизельный автомобиль, и почему-то у меня сложился такой стереотип, что французские дизельные автомобили могут быть действительно экономичными, но не особо динамичными при этом. Тут все немного иначе. Этот DS все так же экономичен, потому что я проезжал на этой машине большие расстояния, и могу сказать, что за 500 километров пройденного пути с круиз-контролем в среднем на 130 километрах машина сожрала у меня примерно 5,5 литров соляры на сотню. То есть на путь длиной в 500 километров у вас уходит ровно половина 60-литрового бака. Тут шестиступенчатый автомат, который работает в паре с дизельным двухлитровым мотором, и мотор этот выдает 400 ньютон-метров при 2000 оборотах. Это действительно очень неплохие показатели, поэтому машина может разгоняться до сотни всего за 8,6 секунды. Это время, которое заявлено производителем. Но основная фишка даже не в этом. Без разницы, разогнались вы до 100 километров в час, до 130, динамика у этой машины не пропадает, потому что даже на 130 или на 150, если вы нажмете на педаль газа, она все так же рванет вперед. И это чувство реально прикольное. Попробуем теперь замерить разгон до сотни и посмотрим, какие результаты у нас получатся. Поехали. Сто. Кроссбек построен на платформе Citroen C4, поэтому конструкция подвески та же самая. На передней оси у нас McPherson, на задней балка, но тем не менее настройки подвески немножко отличаются, потому что машина ощущается более сбитой и более сбалансированной. Но тем не менее каких-то суперспортивных задатков у нее не ощущается. Машина обута в 17 диске на 55 профиле и для повседневной езды, я думаю, это будет отличный вариант. Во всяком случае мне нравится, потому что все неровности уверенно глотаются. Ямка, проехали. Никто даже Вася не почувствовал. Салон по эргономике и общей архитектуре похож на родственный Citroen C4, но на этом все сходство заканчивается, потому что оформление, качество материалов и количество допов тут несравнимы. Тут преимущественно везде мягкий пластик, сиденье из натуральной кожи с хорошей боковой поддержкой, водительское сиденье с электрорегулировками, есть два режима памяти и, внимание, водительское сиденье и сиденье переднего пассажира с функцией массажа. Но что касается материалов, это не предел, потому что можно заказать комплектацию с другой отделкой, салон будет в другом цвете, вплоть до того, что даже торпеда у вас будет обтянута кожей. Руль. Конечно же регулируется у нас по вылету и по высоте, в машинах этого класса этим никого уже не удивишь, но упомянуть стоит. Зажигание у нас кнопки старт, есть электронный ручник и, конечно же, черная крыша. Но для меня самая главная фишка этой машины это панорамное лобовое стекло, когда ты можешь ехать и смотреть на звезды и не наклоняться перед светофорами, посмотреть какой свет нам горит красный, зеленый. В общем, поверьте, это того стоит. Ну и, конечно же, новая мультимедийная система с навигацией, кучей настроек, камерой заднего вида и, конечно же, впервые для Citroёn и DS поддержкой Apple CarPlay. Но сам звук мультимедийной системы мне, если честно, показался посредственным. Но все приятное и удобное для передних пассажиров было полностью компенсировано для задних. И всему виной красота. Дело в том, что у ребят из DS было два варианта. Либо пойти по практичному и обычному пути, либо сделать красиво и все усложнить. Из-за особого дизайна задней двери дверной проем максимально уменьшился. К тому же такая конструкция сделала технически невозможным открытие окна. Технически невозможным открытие окна. В остальном сидеть сзади самому за собой мне удобно, потому что голова не достает до потолка. Вполне комфортно можно расположиться. Колени не упираются. К сожалению, нет подстаканников. Но вот такая вот бутылка 0.5 легко ложится в карту дверей. Также нету дефлекторов обдува для задних пассажиров. Есть только розеточка под прикуриватель, пепельница, подлокотник, ну и освещение для задних пассажиров. На этом все. Еще один из мелких косяков, которые я хотел отметить, это отсутствие газового упора. Все-таки DS позиционируется как премиальный Citroen, поэтому можно было и прикрутить. В общем, друзья, несмотря на то, что я не сторонник французского автопрома, в целом, с учетом всех перечисленных факторов, машину мне реально понравилась. Потому что она экономичная. На такой машине ты можешь в любой момент сесть и поехать на дальнее расстояние. Она очень комфортная, и тебе это дальнее расстояние не доставит никаких неудобств. И главное, что она может наваливать. Потому что в любой ситуации, на любой дороге, ты можешь ускориться в тот момент, когда тебе нужно. И я вам скажу так, это дорогого стоит, а именно целых 33 тысячи долларов придется заплатить вам за эту машину. А вы уже решайте сами, стоит оно того или нет. Это было видео на канале Vedro.com. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok